Дорогие вау-мамы, мы же можем так и называть наших мам, если они нас смотрят, да? Конечно, да. Сегодня мы с Дашей вновь собрались в этой студии для того, чтобы поговорить с вами на очень интересную тему. Тема, по крайней мере, для меня, она в чем-то даже немножко больная, не знаю, как у Даши. Да, мы больная с родственниками, спорим мы на эту тему. Да не только с родственниками, да вообще со всеми спорим, потому что я абсолютно разная миги. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о совместном сне ребенка с родителями, за и против, вредно-полезно, нужно-ненужно, в общем, обо всех этих моментах. А ты как хочешь, чтобы я там за и против, на пороге? Да нет, давай просто будем рассказывать каждое свое мнение, как сложилось. Ты сначала расскажи, как у тебя сначала, я расскажу, как у себя, а потом мы узнаем мнение еще наших людей и, может быть, какое-то экспертное мнение. Прежде чем Оливия появилась в моей жизни, я очень много информации изучала, читала, как должно быть правильно. И вопрос совместного сна, он оказался таким же противоречивым, как вопрос с прививками, как вопрос с вегетарианцами. Подожди, про прививки с вегетарианцами мы поговорим отдельно со специалистами. Не говори людям, что это спорный момент. Мы ни за что не агитируем, ребята. Мы не агитируем, но когда я пыталась что-то конкретно узнать, не было четко раз-два-три. Было четко, спать с ребенком можно, потому что спать с ребенком нельзя, потому что у всех одинаково поровну. Но для себя я приняла ту сторону, которая говорит о том, что с ребенком спать нужно. Не то, что можно, или ну ладно, спите, а нужно спать с ребенком. Сказать почему? Да, конечно, мне интересно. Да, вот еще в роддоме я все время Оливию держала на руках, я на днем со мной лежала рядышком, и врач у меня спросил, типа, а что вы все время на ручках-то на ручках? Вы не боитесь, что она привыкнет к ручкам? Ну, на самом деле, ребенок, когда он уже появился на свет, он уже привык к вашему теплу, к биению сердца, к запахам. Все-все-все уже и так привычно и родное. А кроватка, люлька, это, ну, холодный... Аблукавого? Холодный ледяной островок в этом жестоком мире. И с Оливией я была все время в контакте, и когда мы приехали домой, конечно, было страшно спать с ней, потому что она такая крошечная, такая креветочка, и сначала мы приняли решение, что она будет спать с нами, но с моей стороны, подальше от мужа, потому что, ну, и говорят, и я с этим согласна, что мужчины спят не сколько, как это... Не чутко. Не чутко. Не так чутко, как же. Да, 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 да. А спорю потом. И потом муж руки свои раскидывает. Вот, я аккуратненько сплю, и мы ее тихонечко с краешку клали, и я себе такой лайфхак придумала, я ее склала выше уровня рук, то есть, если я вот так вот лежу на кровати, то вот Оливия где-то вот так вот спит, чтобы если я вдруг махала руками, то я ничего там важного у нее не заделала. Вот. И до сих пор мы с ней спим вместе, хотя кроватка у нас приставлена. Периодически ее откатываю туда, чтобы она там в своей личной жизни жила ему тоже. Но иногда вот я среди ночи просыпаюсь, думаю, блин, она же там одна такая лежит в холодненькой кроватке, потрогаю ножки холодненькие, ну, конечно же, я ее беру с собой. Привет. Таня нам написала, что очень крепко спится с ребенышем. Таня, сколько твоему детенышу? Расскажи нам, пока напиши, я продолжу. Значит, вы попали на такой эфир по поводу совместного сна за и против. Против вы здесь не услышите, естественно, потому что мы тоже за. Нет, будут против, мы поговорим о минусах обязательно, мы их озвучим. Да, может быть, кто-то скажет, что действительно против сна аргументы весомые, потому что... Но мы тоже с тобой обязательно это обсудим, потому что мы их знаем, но мы не слушаем эти аргументы. Я могу сказать, что старший ребенок, которому сейчас 10 лет, буквально года, год, наверное, нет, даже меньше года, с появлением Кристины он перестал приходить к нам по ночам. То есть он стабильно просыпался в 4 утра, со своей подушечкой, с одеялком приходил к нам и выгонял папу. Сколько это? Сколько это? Девяти лет? Да, 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 да. До десяти даже. Десять минут уже исполнилось. Он до десяти лет к нам приходил, ну, то есть просыпался посреди ночи и говорил, что ему холодно и страшно, и вот ложился. Естественно, мы не могли его выгонять, хотя это кабанятина размером с меня. Ну, девять лет. Да, то, что касается его младенчества, сейчас я могу сказать, что, да, он спал отдельно в кроватке, потому что в роддоме категорически запрещали класть рядышком, говорили, что задавит и так далее. Да, да, точно, да. Поэтому он спал всегда отдельно в этой люльке, я 500 раз вставала, его кормила, кормила, кормила. То же самое было и дома, я его клала, потом уже, когда мне это надъело, я просто приставила кроватку, и он в приставленной кроватке спал, но не с нами, то есть такого не было. Но зато он потом все это компенсировал, когда он уже стал в сознательном возрасте находиться, он, естественно, сознательно приходил к нам. И как бы я гребла за все за это, естественно. То, что касается Кристины, она из такого разряда детей, что она постоянно на груди, ну вот прям постоянно, то есть она всю ночь, поэтому тут не было даже никаких вариантов, чтобы она спала отдельно каким-то образом. Кроватка у нас приставлена, но в кроватке у меня там хранятся какие-то вещи, планшет лежит, там телефон, там что-то такое, кошка там спит у нас в кроватке. Ой, кошки обожают кроватки, коляски, люфтки, я не думаю, что это для них. И что меня успокоило? У меня были проблемы с грудным вскармливанием на первых месяцах, я вызывала конспитанта по грудному вскармливанию, она мне сказала, что вот представьте ребенка, вы носили в живота 9 месяцев, и сейчас он находится один в этой внешней холодной передачной среде, и идет своеобразный процесс донашивания ребенка. То есть когда ты ребенка поносила 9 месяцев, ты еще донашиваешь потом его. Причем донашиваешь даже иногда больше не для ребенка, а даже для себя, самой любимой. Это такие психологические аспекты есть. Поэтому, когда ребенок спит с тобой, налаживается грудное вскармливание, она мне прямо так и сказала, что вот ложишься прямо голенькая, действительно. И она сама там у тебя ночью просыпается, сама... Да, и прямо вот на сутки, то есть когда проблемы... Это вот сейчас все, кто нас смотрит, если какие-то девочки считают, что у них нет молока, я в этом плане очень воинствующий человек. Я считаю, что любая женщина, у них у всех есть молока. Я-то читала, есть какой-то очень маленький процент, когда реально там какая-то патология, и молока нет. Или у вас нет груди, да, окей. Но молоко есть у всех, это у вас в голове только нет молока. Слушай, давай следующую про грудную вскармливание. Обязательно поговорим. В грудной вскармливании даже можно. Да, да, да. И я считала, что у меня нет молока, все очень плохо, но я легла с ребенком, и вот мы лежали сутки действительно, не вставая, можно сказать, и все, молоко, естественно, появилось. Когда были такие молочные кризы, совместный сон очень даже спасал. Да. Поэтому, да, мы спим вместе, это тяжело, естественно. Сейчас мы затронем минусы, а потом поговорим о тех плюсах, которые мы с Дашей знаем, из литературы и так далее. Какие я знаю минусы? И самый главный минус, давайте будем честными, это, конечно же, личная жизнь. Это, ну, достаточно тяжело. И не всегда, не все мужчины это понимают, но вот нам с Дашей повезло, наши мурья это понимают. И я с тобой не соглашусь. Мой муж спит очень чутко. У нас Кристюша между нами. Когда спит, то есть когда спишь с твоей стороны. Это пишут так, но бывало даже так, что, допустим, были моменты, когда я глубоко, допустим, крепко-крепко уснула, были такие моменты, она начинает ворочаться, и меня муж будил, типа, эй, эй, она вот ворочается. И он спал просто так вот бревнышком аккуратно, вот так, не шевеляйся. Вот. Такие моменты. То есть это минус основной. Других минусов, но только от личной жизни других минусов, я не знаю. А синдром детской внезапной смерти? Мне мама рассказывала, что в нашей семье, там, со стороны ее отца, какая-то там его сестра, у них там было чуть ли не 8 детей, а у нее было тоже там 8 детей, и одного ребенка, она грудью, у него была очень большая грудь, она грудью задавила во время сна. То есть ребенок погиб. Ну, у меня не такая большая грудь, чтобы задавить ребенка. Сейчас, подожди, я посмотрю, что нам пишут. Так, 3,8 Тани, сейчас у нас сын тоже между нами. Вот, вот, вот Таня нас понимает. 3,8 сын между нами. Вот единственный момент, который у меня оставляет еще сомнения по поводу совместного сна, это как раз внезапно детская смерть. Ну, самое критичное время, это, по-моему, до 6 месяцев, до 4. Что, когда рекомендуют в качестве предотвращения внезапной детской смерти, первым пунктом идет раздельный сок. Вот мне кажется, когда ребенок спит в безопасной среде, вот так вот прижавшись, там, от мамы тепло, от мамы родной запах, ребенок чувствует, что он в безопасности, что его ничего не лишают. Ну, как он может умреть? Да, согласна. Так, личная жизнь – это печалька, но дача же всегда открыта для приезда родителей. Да, все верно. Можно отдать кому-то ребенка, поспать с бабушкой, но пока вот, пока у нас кормятся грудь дети, да. Наверное, сейчас кто-то посмотрит эфир и скажет, какие-то сумасшедшие женщины, я же матери, которая пропагандирует совместный сон с ребенком. Давайте так, мы ничего не пропагандируем, вообще ничего ровно. Мы, конечно, что-то там почитали, что-то себе придумали, но по-любому есть какие-то факты, которых мы не знаем и которые можно себе взять в качестве лайфхака. Давай поговорим о плюсах. Опять же, вернусь к тому консультанту, к грудному вскармливанию, которое к мне приходило, и у тебя это тоже прозвучало. Как говорят наши родители? Нельзя приучать к рукам. Сейчас мне все говорят, да вообще ручная у тебя. Няня приходит, ох, приучила к рукам. Ты правильно сказала, нельзя приучить к рукам. Они уже приучили к рукам, и если ребенку это надо, значит, ребенку это надо. И если вы ребенка, который хочет быть на руках, хочет спать с вами, будет спать с вами, и значит, что вы его избалуете или еще как-то. Есть исследование, что ребенок вырастает более уверенным и приспособленным к жизни. Есть еще стабильные данные, что годам в 18 это по-любому пройдет. Но не будешь знать, на груди ты 18 лет. Ну да, на груди ты понятно. Не всегда успокаивайте. Вот наш приходил к нам до 10 лет. То есть, в принципе, а то сейчас он уже отдельно спит в своей комнате и не приходит. Так что все хорошо. Еще есть плюсов. Что ты можешь сказать? Ну вот тело маленького ребенка, оно заточено на то, чтобы выжить в первую очередь. И пока он... Ну, конечно, люди говорят, что он манипулирует, но вот в таком возрасте он не может сознательно вредничать манипулировать. Да. Он может и манипулировать, но только из контекста того, чтобы выжить. Вот именно человеческие детеныши, они беспомощны максимально долгое время. Например, котят родили, там они какое-то время побыли, потом ушли. Ребенок, он нуждается в круглосуточной поддержке, заботе, внимании в течение нескольких лет. И это необходимо для того, чтобы он выжил и вырос состоявшимся человеком. Вот, соответственно, то, что вот ему в этом возрасте необходимо, это заложить базу. Базу на уровне инстинктов, на уровне удовлетворения базовых потребностей на обоживание. Да, и тоже есть такой момент, что если ребенок получает то, что ему надо, если ребенка вы не оставляете долго плачущим, кричащим, значит он будет более уверенный, со стабильной психикой в дальнейшем. И у него не будет такого стереотипа, что в жизни все очень сложно получить, что нужно биться, не будет таких установок, как есть у большинства наших. В жизни так легко ничего не дается, надо потрудиться, без труда не выловишь рыбку из пруда. Это абсолютно неправильные установки, которые в принципе не работают. Сейчас почитаю, что нам там написали. Так, привет, привет, Юля, согласна тут с нами. У нас были колики, и вот тут хоть что мне говорит про руки, куда же мне, как его, все время с пленкой горячей, конечно, на ручках. Да, все правильно, как маму нужно облегчить боль. На ручках, когда колики были, да, абсолютно верно. Да, от тепленьких животных. Поэтому, и я смотрю сейчас даже на Арсения, то есть у меня есть пример двух детей, и Арсений в каких-то вещах, хотя, естественно, я считаю, что он самый красивый, самый умный там и так далее, и так далее, и вышел отличником, но в нем очень много неуверенности, неуверенности именно к внешнему миру, недоверия к внешнему миру, и это я сама под давлением своих родственников это в нем воспитала, когда мне говорили, не надо его постоянно на руках, да вот не надо, не надо, да спать он должен отдельно, и вот, пожалуйста, такой вот невроз в нем есть. И я сейчас на примере второго ребенка, подобного, хочу смотреть, как это будет по-другому. Но она действительно спокойнее, и когда Арсений, бывало, что если он среди ночи проснется один, он очень горько плакал, ну, уже в сознательном возрасте, то есть у него настолько заложилось в голове, что мама может уйти, и он прям вот так вот засыпал, вот так, вот так он засыпал, прям крепко держался, то есть не было... И таких деток, ну, большинство, потому что так воспитывают, что надо ребенка положить, и надо бежать там приготовить поесть, помыть полы, что-то сделать и так далее, и так далее. Как говорит доктор Комаровский, святой человек, что отец должен костьми там лечь, всех разогнать, но дать кормящей маме выспаться, поесть и погулять. Все, ничего больше не должна кормящая мать делать. Поэтому спать вместе с ребенком. Захотел ребенок спать, легли с ним спать днем. Ты спишь днем с ребенком? Конечно. Если я днем не посплю, я вообще не доживаю до вечера. Да, 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 да. Поэтому, да, с ребенком надо спать. Из плюсов. Понятно, да, что это очень полезно, удобно для ребенка, что ребенок вырастает уверенно в себе. Да. Также это удобно не только для ребенка, это удобно в первую очередь для мамы, потому что мамам нужно высыпаться, а вы знаете, как плохо влияет несыпь на маму? На лактацию. На лактацию в первую очередь. Во-вторых, в определенное время ночи вырабатывается соматотропный гормон, гормон роста, так называемый гормон роста, он еще и влияет на сжигание жиров. То есть ночью идет естественный процесс сжигания жиров. Я сейчас не вспомню точно, я очень давно все это проходила в медакадемии, в какое время, ну вот ночью, ночью вы, естественно, худеете, если вы нормально спите. Если вы тусуетесь на дискотеке, либо там встаете к ребенку бесконечное количество раз, вы не спите, гормон этот не вырабатывается. Поэтому вы не будете худеть во сне. А во сне хотят худеть все. Поэтому надо спать, поэтому надо высыпаться. Плюс, если вы не высыпаете, то это и темные мешки под глазами, и плохо выглядишь, и кожа стареет. Но мне вот часто так говорят, как будто у тебя вообще грудной ребенок или что? Как будто ты выглядишь выспавшейся. Ты видела? Ну, вроде бы я даже высыпаюсь, я не понимаю просто уже этот момент сейчас, потому что ребенок вроде проснулся, там что-то поел опять. Да, да, когда меня спрашивают, а сколько раз у тебя Оливия в день посыпается? Вернее, за ночь. Я не помню. А сегодня утром я проснулась, и то, что она сама там что-то себе добывала, сама лежала у меня головой на животе, и что-то там делала, и вообще без моего участия. Мне кажется, это прекрасно. Да, так что, мамы, для вас в первую очередь это очень важно. Но опять же, не забывайте о мерах безопасности, чтобы не придавить детей, чтобы папа не придавил детей. Также есть такой момент, очень полезный для детей, и об этом говорят врачи. Детки, когда рождаются, у них же продолжается процесс развития всех органов, внутренних и так далее, и так далее. И вот тот углекислый газ, который выдыхают родители, он как раз влияет... Помогает тренировать легкие, развивать. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Так что это тоже полезно. Так, что тут у нас ещё? Я пыталась считать ночное кормление, каждый раз сбивалась. Вот, Юля тоже сбивалась. Это вообще просто идеальная картина, когда не знаешь, сколько раз просыпаешься. Да. А меня это было, знаешь, на первых месяцах, да, я считала, потому что я вот... Сразу сон был такой глубокий, и я постоянно смотрела на что-то, сколько раз она просыпалась, и она тогда у меня просыпалась каждый час, иногда каждые там 40 минут до начала было. Да, и она была, конечно, тяжелая. Час не могу точно сказать. Две ночи я пыталась Оливью держать отдельно в кроватке, вставать её кормить и перекладывать спать обратно. Да, да. И это было самое ужасное две ночи. Во-первых, надо, ну, собраться и встать, потом, пока она там ест, не заснуть обратно. А когда там 2-3 часа ночи, и это какое-то второе-третье кормление, то просто рубит вообще, ну, куда-то в бессознательную луку я уходила. Я плюнула на всё это и забила. Всё правильно. Так что, что мы можем сказать про совместный сон? Мы, конечно же, за с Дашей, но мы не являемся профессионалами. Оказывается, оказывается, есть очень много таких специалистов, которые называются... Ну, сомнологи, да, те, которые говорят о сне, очень много тренингов, марафонов даже о сне. В Инстаграме. И как это? Отлучение от сна или раздельный сон? Да, приучение ко сну. То есть мы научим вашего ребёнка спать там, допустим, засыпать и спать в ночь. Вот это вообще спорная тема. Что мне сказал консультант по гордовому скормлению? Да. Что это всё еле исполнейшее, ни в коем случае нельзя. Зарабатывание денег думаешь? Нам ещё три месяца, и вот один в один каждый час просыпается. И Дарья тоже говорит, как было. Дело привычки. Как я согласна? А это же, наверное, у всех, когда кормишь, очень спать хочешь? Вообще. Да, это всё действительно так. По поводу вот этих марафонов про раздельный сон, вот я когда читаю описание, что мы научим вашего ребёнка спать одного в кроватке, что вы сможете его положить в кроватку, уйти, и он сам заснёт. Возможно, там и без пустышек не обошлось дело, что я тоже не практикую. А мы практикуем, потому что иначе у меня будет использовать грудь. Соску. Вот. И мне почему-то настолько в этот момент ребёночка жалко, что специальный консультант учит его маму обходиться... Ребёнку учит обходиться без мамы? Да. Ну, хорошо. Я объясню, как это работает. Это работает на ритуальность. То есть ты должен создать определённый ритуал, грубо говоря, там, поел кашу, помылся, поел титю, взял определённую игрушку в определённое время под определённую музыку в определённом месте ты лёг. Ага. И вот такой ритуал, это как безусловный рефлекс якобы вырабатывается у ребёнка, что в следующий раз, когда ты так сделаешь, он сам уснёт. Но я пыталась так делать, и, в принципе, этот ритуал не срабатывает. Нет, сейчас он срабатывает, то есть я Кристину положила, но, опять же, в нашей кровати она уснула, я могу встать, и час-полтора у меня есть свободного времени на личную жизнь и на всё, что хочешь. То есть я могу встать, уйти из комнаты. Да, у меня, кстати, тоже такое бывало, я когда усып... Мне люди пишут, что нельзя говорить усыпить ребёнка. Уложила спать. Когда уложила спать Оливия в кроватку, она просыпалась каждой минуты сорок, но когда я просто пришла уже спать, и мы с ней в обнимку заснули, я не помню, что я просыпалась. Вообще, просто сразу спокойно, комфортно, и вот всё вот как тут у нас. Всё понятно. Так, ну вот тут спор, у меня ребёнок спит со мной и засыпает только со мной, а у мамы всё наоборот. Мама сестра научилась засыпать в одиночку и работает. В сестрах себя чувствуют? Мы... Вот Юля тоже пишет, что они без пустышки и нормально пока. Ну, так, я пыталась... Я вообще считаю пустышкой, Таня. Ну, конечно, в твоём случае, когда от тебя вообще никакой личной жизни нет, я это помню. Тань, это нормально, что неразлучно. Ну, может быть, слушай, опять же, не забывай, я вот приверженец кармы, так сказать, кармической теории. Может, это карма у тебя такая, что действительно, да, вот вы с ребёнком такие вот неразлучные. Я считаю, что мой старший ребёнок это прям карма, потому что дети – это наши учителя, они нас учат чему-то. Мой старший ребёнок и Кристина сейчас, они учат меня делиться, отдавать что-то, в частности, своё время, потому что я эгоист страшнейший. И для меня самое страшное – это покушение на мою личную свободу. То есть, когда я вырвалась из родительского гнезда, где, ну, то есть, всё равно у меня мама такой очень волевой человек, и никогда у меня не было никакой свободы. И сейчас, получается, дети – это тоже покушение на мою свободу. Ну, это надо воспринимать по-другому просто. Вот и всё. Кстати, да, вот отношения очень сильно ухудшают и облегчают ситуацию. Если воспринимать совместный сон как удовольствие, как возможность подольше пообниматься, то это в кайфе. Если это воспринимать как помеху личной жизни, ну, никто не говорит, что я лично уже со всеми исключаю, но просто когда, ну, позитивно к этому относишься, рано или... Вот сколько я читала истории, когда вот детишки вырастают, и потом говорят, ну, мам, ну, ладно, что ты лезешь обниматься? Да-да-да-да. И что все тоскуют по тем временам пухляшечным, когда вот они были такими маленькими, щекастенькими, и с ними можно было обниматься, но почему-то там их откладывали в свои поддельные кроватки. Вот. Я, начитавшись отзывов более опытных мам, я стараюсь сейчас взять по максимуму, потому что, ну, рано или поздно станет тот момент, когда скажут, ну, мам, ну, ладно, всё, пока. Я с тобой абсолютно согласна. Так. У тебя Арсений наверняка до сих пор обнимается у тебя такой. Вот, про вопрос свободу, вот, и тоже из таких же родителей, видимо, это карма. Ну, да, про обнимашки плюс один тебе дашь. Да, девочки, да, девочки, с вами вот, мы согласны, вы с нами согласны, и вот прям вот все согласны. Ну, нам такие зрители попались. посмотрим, что у нас будет потом по поводу видео, какие будут отзывы, да, по поводу совместного сна. давай постепенно подведем тогда резюме. подожди, подожди, вот у нас сейчас мелкие, вот у тебя есть взрослый ребенок, с которым ты знаешь, что делать, а потом, ну, вот сейчас у моей Лилии семь месяцев, и она уже, ну, родители знают мои, что она один раз падала, но вообще раз пять уже упала с моей кровати, укатилась каким-то образом чудесным. Конечно, это неприятно, и вот сейчас я боюсь оставлять ее спать с собой, потому что хоть я и закидываю все подушками, там, какими-то валиками, она уже достаточно большая самостоятельность, чтобы преодолевать эти преграды, и укатываться на коврик, на полу. Ну, Кристина... И мне вот уже говорят, пора вставить четвертую решетку на кровать и выбирать ее в кровать. Но я вообще технически я не представляю, как это делать. Да, я думаю, что мы в дальнейшем, конечно, мы будем расширять наш проект, мы будем приглашать специалистов, и пока что мы делимся только своими мнениями и слушаем ваше мнение. Это так называемый у нас болталка, а потом мы пригласим специалистов и поговорим на эту тему, как это можно сделать. Ну вот у тебя, Арсений, был же момент, когда он начал укатываться, уходить с кроваткой? Нет, он не уходил у меня никогда. Кроватка была приставлена, и он ни разу не уходил. Через тебя не перешагивала? нет, он действительно вот как-то вот все было так очень хорошо, компактненько. Потом кроватка уже сменилась на более взрослую кроватку и тоже была приставлена к нам. И он с нами был долго. И да, вот отдельно, совсем отдельно в кроватке он начал спать, наверное, лет эдак с шести только, то есть, когда кровать не приставлена. и в отдельной комнате уже вот десять лет. Совсем. Я уже все голову сломала, что может быть матрас достать и положить на пол, чтобы там Оливия спала. Я у одной девушки видела, кстати, матрас на полу. Я думаю, с одной стороны так сиротски выглядит ребенок, что матрасики на полу. Оказывается, это по системе Монте-Сори, что ребенок проснулся, и он может не ждать ни папы, ни мамы, а просто идти изучать мир и познавать. Подожди, стоп, а то есть ты спишь на кровати, он рядом на матрасе? А как же тепло материнское, как далековато же находиться? Либо тоже ложиться на пол тогда с ребенком? Разобрать кровать и на сетях. Да, это, кстати, тоже у меня такая идея была, потому что она достаточно высокая кровать, а если сделать кровать пониже, вот это, кстати, это идея. Так, у нас пять раз упал, один раз умный парень плед себе скинул и упал. Учи сползать правильно с дивана, пишет Юля. Даша, учи сползать. А за скольки надо? А вот я думаю, наверное, можно это начинать постепенно. Я пару раз Оливе показала, но мне кажется, это как-то ей вообще что? Ну, Кристина у меня один раз скатилась, всего лишь один раз, но и то это я сама не доведела. То есть так, в принципе, пока на нём не будет. Знаешь, как экстремально просыпаться в пять утра от горы и просто какого-то из преисподней. Ну что, давай перейдем к резюме тогда. Значит, друзья, за или против совместный сон решать только вам. Запомните, пожалуйста, мы сказали своё мнение, мы послушали ваше мнение, а решать то, что нужно вашему ребёнку только вам. Единственное, о чём я бы хотела вас попросить, пожалуйста, не придерживайтесь теории мистера Спока. Помнишь, был такой? Спока, что-то по-жёсткий. Рассказывают, это у него же, да, дети от него отказались? Да, да, и по этой системе очень много людей в Америке воспитаны, в Америке очень много домов престарелых, где дети отказываются от своих родителей. По этой системе прямо с роддома ребёнка нужно принести, он должен спать в отдельной комнате, и как он говорит, покричит и успокоится. Ребёнок не должен кричать, у него нарушается базовое доверие к миру, это самое главное, о чём говорят все психологи, о чём говорят все консультанты. Базовое доверие к миру воспитайте вы, поэтому не давайте своему ребёнку долго плакать, и это не только в совместном сне, это во многом бывает. Ну поплачет и перестанет, ну оставь, ну оставь, поплачет, должен поплакать и так далее, и так далее. Просто себя поставьте на его место, вот вы сидите на улице, да, например, у вас всё плохо, там заболел живот, вас скручило, и вы лежите и ревёте, и всё-таки проходит, нормально, поревёт и успокоится. И успокоится. Поэтому любите своих детей, любите себя. И ещё резюме, Давай. Я пропагандирую осознанность, и недавно я услышала определение, что осознанность это ответственность без чувства вины. Вот Ульяна рассказывала, что Арсения, она воспитывала под давлением, находясь под давлением врачей, окружения, родителей, и она просто не могла принять своё взвешенное решение в силу возраста, отсутствия опыта. Ну, в 20 лет, что там. Вот. Ну, я бы так же, наверное. Вот. А осознанность это когда вы прочитали за, прочитали против, подумали, что близко к вам лично, послушали ребёнка, понаблюдали, вы сделали ему так, он так отреагировал, сделали так, отреагировал по-другому. И приняли решение, что в данный момент времени сейчас вы выступаете вот таким вот образом. Через неделю это может измениться, но вся ответственность она на вас, вы не испытываете чувство вины, что вы делаете что-то не то, ребёнок только ваш, и вы для него должны быть в первую очередь вам мамой, а не для всех остальных. Ну что, друзья, до следующего воскресенья мы с вами прощаемся, также в воскресенье в 11.00. Да. Что будет за тема, мы пока с Дашей не знаем, мы всегда решаем процесс, если у вас есть какие-то идеи, вы, пожалуйста, нам пишите блинчику. Да, у нас есть возможности приглашать специалистов, приглашать опытных мам, врачей, кого хотите. Ну всё это, в этом дело. Ну всё. Субтитры подогнал «Симон»!